Всем привет! Сегодня 9 августа и я на Северском Донце. Хотел поехать на Печенеге, на Артемовскую дамбу, но у меня не получилось. Ладно. Место малорыбное, мелкая рыба. Это район из Хара. Так что на улов надеяться на большой не стоит. Ловить буду на фидер, может быть на баллонку, но в основном на фидер. Я заметил не новая прикормка, а вот новая. Чемпион Грандбайс фидер ящик. Посмотрим. Я по-моему, Амут и ловил, я не помню. Супер. Запаха сильного нет. Светлая прикормка. Ну тут в основном плотва, ну боксу. Сейчас лето. Светлая прикормка пойдет. Это осенью. Надо темное, контраста. Надо ест на фидер. Попробуем вот так. Зерновой микс. Хорошо себе зарекомендовавший. Конопля. Пшеница. Проса. Что тут у меня еще? Это, если что, для матча. Ой, для оболонки. Более липкую прикормку, чтобы сделать. Добавлю туда уже перловки. Ну и все замешиваем. Перемешиваем. Так не знаю. И миласа. Специи. Оставалось в пузырьках. Слил. Попробуем. Может даже воды не будем добавлять. Да может чуть-чуть и добавим. Ну для плотвы, я думаю, будем прикормка, чтобы пылило. Если оно уже будет сильно активно, тогда может более инертную сделаем. Из насадок у меня опарыш и перловка. Тут уже показалось, что только практически одна опарыш, на пшеницу, не на перловку. Не. Чуть-чуть надо водички. Чуть-чуть. Сильно нельзя переплачивать с водой. Так, я думаю, нормально. Сижу потом до увлажни. И рассыпается хорошо. Достаточно. Дорогие друзья. Неизменное мое поколудилище. Кейс 7 360 тестом 100 грамм. Сейчас взял маркер. Оснастка паттерностер. Вот такой вот маркерный груз. Прицепил 40 грамм. Сейчас немного разведаем рельеф. Найдем что-то, какое-то препятствие. Дорогие. 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 Там мягенько идет. Скорее всего, это брок. Отлично. Сейчас отступим метра три. И заведем вниз. Олександр. Время. Время. Сейчас отступим. Поехали. Время. небольшая обрубочка я думаю что дистанции менять придется нехорошо течения хорошие 2 чем-то 3 метра глубина петля в петлю так что у нас тут у нас листочка листочка 228 я думаю попалась она пустая такая будет так четверка это большой шестерка тоже большой четверка фидер хок и резко стим грейн и 120 прошло пару минут что-то дернулась кажется это далеко что мне не нравится сейчас оставим тут дистанции что-то там дырнуло чуть-чуть поближе от лица осталось это и меня сзади обрызгивает а а а а Сразу уклеили. Так дергает, какая-то уклейка, так дергает, пока твердит. Говорят, рыбалка всегда интересная. На этот раз тоже, я думаю. В русле мелкая платва и уклейка. Немного ближе. Руса близко подходит к этому берегу. Для платвы это не сильно важно. В общем, зернышко пшеницы. Улыбка немного хорошая. Плотничка хорошая подъела. Ах, опять трава идет. Поводок сантиметров 60-50. Некрупная платва. Поводок сантиметров 60-50. За облако зашло. Сразу идет поклевка. Сразу здесь рыбы полно. Мелкая. А что вы хотите? Населенный пункт рядом. Могромный. Мега поезд. Чугуев. Эстар. Добраться очень хорошо. Без проблем всегда можно. Даже ночью уехать может. Ох, вот пшеничка. Ох, это подача. Ох, вот пшеничка. Ох, какая подача. Ох, вот пшеничка. На пшеницу, конечно, платвичка будет крупнее. в иземпиаде удивительно Здесь сразу не захотела брать опарту, что-то дёрнула. Опар что-то в сторону ведёт. Нормально, плотвичка пустая. Это же плотва, так плотва. Без всякого рельефа дна. Точка дошёл. Чисто интуитивно. Но для плоты это не сильно важно. Ух, в этих местах это плотва козырная. ребята на печенях сообщения присылают тоже подлещиков ловят и нескольким подлещиком попозже поедет к видят карась на джи вот это да карась ребята на джи вот и гаван не отстаёт от архивовской кампы это самое интересное на джи что область и я дичь и я джи донная фидерная луна не подразумевает то что забросила надо ждать активизировать вот вам и джи ребята сегодня второе воскресенье августа сегодня день строителя это мой профессиональный праздник всех причастных строительство я поздравляю с праздником с днем строительства область что фиде еще джи сделай да парочка не шанс труд вот видите как король в конце день а рыба активно активизирована ух платвач Возьмем табачку. Мелочи, мелочи. Пока с дерева выпукал, рыба сошла. Не крупная. Как это сошел? Краснаперка поймалась. Раз сошел, то... Это такой... Цирк. Ребята, это цирк. Там сошла, а вот теперь я нас открупал. Тут краснаперка. Прикорка падает. Краснаперка выписывается. Не крупняйтесь от речка. Перепределённость на руке, на тонкой снасти. Рыбу вывести. Проблем практически не составляет. У нас большая проблема спровоцировать рыбу на подплювку. Вот, проверьте. Чтобы не испугалась и взяла вас насадку на речке. И чем она будет менее заметна для рыбы, тем больше шанс, что она плюнет. А вы вывести рыбу. Это уже дело техники. Что-то ей недобросил. Ох... 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 Немного. Ох... Ох... Да... Ох... 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 Супер! Ох... Ох... А чуть-чуть зашевелилась и сразу поклёвка. Кажется, трава зацепилась. Купил качель. Почему долго нет поклёвки? Так, первое действие. Сразу же, только провернул, сразу. Только ручку чуть-чуть провернул, и сразу произошла поклёвка. А так перлока лежала мёртво. И достойная плотничка. Ух, и щука тут. И щука пыталась её тут атаковать. Вот сучка такая. Ну что ж, тебя поймать. Ух ты. Тортила сидит там. Тортила. Ник来 уйдет. Тортила. Гори. Тортила. Продолжение следует... Почему она не хочет? Потому что короткий поводок. А почему я длинный поводок не стою? Потому что я не хочу, чтобы мелочи сразу же цепляли. В лед ловилась. Не хочу я чермелочь в лед ловилась. Поэтому не сильно длинный поводок. А тут щука стоит, ждет. Некрупная плотва, ну клюет наверняка. О, рифма какая! Некрупная плотва, ну клюет наверняка. Почему-то. Сейчас мелочь. Ты-ди-ди-ди-ди. Ну я знаю, что рыба за него и есть. А ну-ка поверим, что она на движение скажет. Федя джих. Федя джих. Федя джих. Федя джих. Федя джих. Некрупная. Но есть. Зато как увлекательно. Я понимаю, спиннингистов. У меня ехали со мной спиннингисты. Зачем ты такой рюкзак тащить? Зачем ты раскладышки тащить? Так, чтобы удобно сидеть было. Их понятно. У них свои... Так, Вадик, а где ты... Их понимаю. У них маленький рюкзачок. У них мобильность. У них этот самый. Ну... Я их понимаю, когда ловлю. Фидером. Используя... Фидер спиннинговую терминологию. Не терминовые приемы спиннинговые. И вы заметили, что зимой, что осенью, что летом. Я никогда джигом не бреваю. Ну, что еще? Папарыша. Развлеченную на рыбу. Никогда не сидите и не ждите, втупившись к Ведерике. Рыба сейчас мудрая. Ушлая. Приученная. С повадком человека. Вот так вот. Да. Небольшая. Маленькая. Головейся. гуляя, бе-де-де-де. Ну что ж ты плюешь так слабая. Мы тебя активизируем. активизировали даже не интересно ждать пока она пьюнет интересно щука 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 это стоит ну что опарыша дальше давать еще опарыша это супер это не эта анимация что зимой блин что летом забил кормушку туго угощу я друг подруги поскольку брак не съел они же были схватки еще какие не даром память Россия про славный день Бородино как говорят Федя джих начинаем фиг вот она сразу ее нагресят не крупная ну джих с точки ловли вытащил ее кормушку протащил не надо дальше она там щеляется ее там полно только лови только лови не жди путешествие не кормушку что в кодик мы что дорогие друзья всем мира и добра всем пока побежала домой и собирать рыбу а